Аплодисменты Аплодисменты А я утром только проснулась Тик-ток Интервью с молодым человеком Если все-таки Украина и Россия будет Так она уже идет А, уже идет? С утра началась Вот это да А я утром только проснулся Я проснулась поздно И увидела сообщение от Лисы Из далекого Нью-Йорка А написала в чате Время приключений Лиса, маленький ковбой Сообщение ватсап У тебя же вроде родственники на Украине Они в безопасности? Смайлик Просто кошмар Смайлик Ммм В 2022 Тит Сообщение ватсап Закончила в пять утра На реддите читать комментарии Господи, как нас ненавидят Нам какую правду тут говорят Людей в ЛНР, ДНР бомбили И обстреливали со стороны Украины И мы уже типа не смогли Не признать их независимость Чтобы остановить как-то там Мммм Действия Но правда ли это? Что дальше? Я не знаю Авторка Часть пятиминутного голосового сообщения Из ватсап Я не могу поверить Что такое, блядь, возможно И что мы живем в стране Которая, честно говоря Ну там разные мнения Но у меня такое ощущение Что мы это все начинаем И ведь И ведем себя как Ммм Если мне еще раз кто-то скажет Россия никогда ни на кого не нападала Я найду то видео в тикток Которое я лайкнула Специально, блядь Со списком Ммм Которые начала Россия Сори за мат Так сказать The Village Более 250 российских муниципальных депутатов Подписались под обращением против Мммм России с Украиной Потом посмотрела выступление Поплакала Позвонила папе Позвонила тете Поплакали по телефону Перестала плакать Села печатать Потом снова плакала Авторка Пост ВК В детстве Каждое лето Я ездила в Кривой Рог К бабушке Дедушке Тете Сестре Друзья Наша квартира На первом участке Дом двухэтажный Большой зеленый двор Дальше гаражи И завод Выходишь на улицу Идешь мимо каштанов К остановке трамвая И едешь либо на дачу Либо в церковь У которой рос виноград Иногда ездили к тете В больницу Или аптеку Или в ларек Где она подрабатывала Тогда тетя давала мне Жвачки с наклейками Конфеты Джек И какие-то кокосовые Мои любимые Когда я вспоминаю О детстве Я вспоминаю Кривой Рог Сегодня В моем втором Родном городе Эвакуация Ракетные удары По объектам Стратегической важности Срочный сбор крови На экстренные случаи Мне стыдно И больно И так бесконечно Хочется чудом Чтобы все эти ребята Наверху Отдающие приказы Остановились Сделали все Чтобы вернуть мир Или превратились Разом В цветущие каштаны А мы Всякие разные народы Поедем на дачу Или в церковь Или в аптеку А может быть даже в церк И будем счастливы Как в детстве Ссылка Хотят ли русские Ммм Зеленский выступил С обращением к россиянам Ростбалл.ру А потом написала Катя В другой чат Подробнее Катя Сообщение ватсап Лиса маленький ковбой Че там у вас говорят? Лиса маленький ковбой Сообщение ватсап Говорят что Ммм Говорят что неоправданно Что Ммм Агрессор Ивязывает Россию В ненужную И страшную Ммм Которая отразится в мире На мире И на экономике Все в ахуе Говорят что Российским журналистам Запретили ссылаться На международные новости Просто кошмар конечно Что говорят у вас? Катя Сообщение ватсап Многие говорят Что России Не оставили выбора Восемь лет Ни во что не ставили НАТО расширялось Украина Пичкалась оружием Минские соглашения Не исполнялись Санкции Не прекращались Россия Бензоколонка Для Европы Для Америки Невыгодная страна Лиса маленький ковбой Сообщение ватсап Если бы Москва Прижимала Питер Финляндия Не имела бы права Вторгаться Я думаю Локальный геноцид Точно есть в Украине Но это не основание Для России Разворачивать мировую Ммм И вводить Экономику В полный ноль Думаю Никто не знает Все правды Но Ммм Это жесть Начинать Ммм Это жесть Угрожать ядерным оружием Это жесть Смайлик Катя Сообщение ватсап Так Украина Начала угрожать Ядерным оружием Что она сейчас Его быстро раздобудет С этого типа Все и началось Россия не стала Терпеть угрозу Восемь лет терпела Авторка Блять Зеведач Математики Разных стран Выступили против В Украине Катя Блин Ну Путин не хочет Чтобы нам диктовали условия Хочет чтобы боялись А если боятся То уважают Автор Пользуясь случаем Я бы хотела сказать Они переписывались Очень долго Лиса скидывала статьи Для прочтения Катя интересовалась Что там вкратце Я вела себя тихо Ничего не писала Я уже успела Послушать Екатерину Шульман Потом поехала пить И говорить про театр Постоянно вспоминался ремар Но даже тот страшный день 24 февраля 2022 года Не заставил меня Дать второй шанс Кальвадосу Перед сном повторяла себе Это ненадолго 8 дней Самое долгое 8 дней Моя мама Кремлебот Зеведач Руководители российских театров Актеры и режиссеры Подписали открытое письмо С призывом Остановить вооруженные действия В Украине Слайд Мама Картинка Ватсап Произошло падение нравов Произошел крах моей веры В чистое, доброе, вечное Авторка Картинка Ватсап Слайд Россия бомбит Украину Мама Часто пересылаемое сообщение Ватсап Вот Какая интересная правда Пришла мне сегодня Смайлик 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 В России есть люди Которые не помнят Сколько Путин сделал для России За 17 лет Путин увеличил бюджет России В 22 раза Военные расходы В 30 раз ВВП В 12 раз Россия перепрыгнула С 36 места в мире По уровню ВВП На 6 место Увеличи Далее Авторка Сообщение ватсап Он увеличил военные расходы В 30 раз И это страшно Авторка Сообщение ватсап The Village Российские юристы И адвокаты Призывают остановить Мммм С Украиной Мама Сообщение ватсап Он защищает нашу страну И не только Смайлик Мама Сообщение ватсап Ммм Из твоих знакомых Кто-то пострадал? Мне очень жаль Что ты поддерживаешь Чужие фантазии И фейки Смайлик Авторка Сообщение ватсап Мам Украину бомбят Наши войска Мои друзья Сейчас в бомбоубежищах И подвалах Ночуют Да Мне тоже Очень жаль Мама Сообщение ватсап Ммм Украину не бомбят Они сами туда От страха зашли Мама Пересланное сообщение ватсап Видеоролик Тигран Киасаян Молодчина Смайлик Настоящий наш Смайлик Тигран Киасаян Федеральный канал Обратите внимание На моих коллег На творческих Свободных людей Которые решили Нацепить на свои Аватарки Черные квадраты И написать Нет Ммм Выйти Попивая кофе Из кофемани С мутными стаканчиками Чтобы согреться Ну На Пушкинскую площадь Нет Сука Ммм А Хотел бы спросить Своих коллег Практически всех Кого я знаю А я их всех Сука знаю Ребята Я спрашиваю у вас По праву человека Побывавшего в Донбассе И стоявшего перед самым камнем С выбитыми именами детей В олее ангелов Которые были уничтожены Врагами с нацистской символикой Трава почему не держали? Если вы такие любители мира И противники Ммм Вы тогда эти аватарки нацепили? Твари и проститутки Я говорю это абсолютно всем Подписавшим разные письма И нацепившим аватарки Завилович Более 200 тысяч Российских тварей И проституток Подписались Под обращением Против Ммм России с Украиной Пользуясь случаем Я бы хотела Ммм Мама Ммм Дорогая моя Я тебя очень люблю И все не навсегда Спокойной ночи Ты права Что не нужно нам Про политику говорить Везде может быть ложь Но мне есть с чем сравнивать И я выросла в стране Где мы все чувствовали Друг друг другу Теплое братское отношение У нас не было никогда Различий между нациями Поэтому все время Были в недоумении Что Украина Выбрала путь нацистов Но сейчас Они перешли Все рамки безумия Это было очень плохо Мне было очень плохо Но все не навсегда Лиса создала чат В телеграмм И туда написала Катя Катя Сообщение в телеграмм Юзернейм Hotline Karma Прикиньте Насколько нужно быть Наглухо Чтобы тебя одновременно Просили остановиться США Евросоюз Россия Украина Папа Римский Талибы И Майли Сай Авторка Катя встала на путь истины Ей помогли Мемы Катя Но он реально перегнул палку Вы видели фото мам с малышами Из бомбоубежищ The Village Российские психиатры и психологи Написали открытое письмо Президенту страны Владимиру Путину С требованием остановить Маши Квиточка Зозулька Зиронька Веселочка Так меня называет бабушка Маша Квитки Лежать на могилах Зозули мовчат Не выдраховывают руку Зирка в небе Следы ведь снарядов Веселка уже Сколько роков Пит за бараной Запретили радугу Запретили дождь Запретили мир Но миром можно платить Бабушку Машу Нужно увозить из России Все боятся Что она такой тяжелой дороги Не перенесет Я боюсь Что она не перенесет Наших новин У бабушки трое детей Старший сын Живет в России Младшая Моя тетя Давно уехала в Европу Средний Дядя Юра Похоронен под кривым рогом Рядом с дедушкой Бабушка хочет поехать К дяде Юре Папа отвезет ее к тете Хор В эфире передача Песни спецоперационных лет Для вас звучит композиция Не лето Любимка Я просто трачу себя Я бездачу тебя Брянный врач мне сказал Между нами стрейба Между нами война Между нами пыба Между нами вода Между нами вода Дай, да, 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 да Ты и мы, да, да Я прогреваю свои бит Пара минус один Держит и держит и грех Я тратил все на ПКТ Я стартабельно стал волосы Я жить и погибал Я просто трачу свой брон Тебя, 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 тебя А-х, я просто трачу свой день на тебя, тебя, тебя. Би-би-патриот, ты нами боль ва, Бам-рам, ты нам попадаешься, ты стоишь сюда. Авторка, сообщение в Инстаграм. Дорогая, привет, как вы? Вообще пишу, чтобы сказать, что это «м-м-м». Мне сейчас «м-м-м». Надеюсь, ты хотя бы в какой-то возможной безопасности. Маша, сообщение в Инстаграм. Привет. Спасибо большое за эти слова. Смайлик, смайлик. Так важно это знать. Я с родителями под Киевом. Вчера выходила из укрытия в детсаду. В небе видела боевой самолет. Охуела. Ночью сложно спать и страшно просыпаться. Никогда не знаешь, с какими новостями в телефоне проснешься. И мерзкое и страшное ощущение, что хотят забрать мой дом. Но я верю в наших людей и реально молюсь, чего не делаю обычно. Короче, надеюсь, как-то будет. Когда мы с Лисой ездили в Киев, мы гостили у Маши. В ее квартире есть столовое серебро со свастикой. Это военный трофей. Машина прабабушка пережила концлагерь. И когда Маша накрывала на стол, она с улыбкой говорила о том, что фашисты явно не могли предсказать судьбу своих серебряных вилок и ножей. В первые две недели Маше и ее младшему брату удалось уехать в Израиль. Трофейное серебро, минора, Маша на пластинке и платье. Все остальное в киевской квартире. Маша уезжала с одним рюкзаком. Маша, голосовое сообщение в Инстаграм. Где-то час назад бомба попала в Бабий Яр и убила пять человек. Произошла некоторая деноцификация Бабьего Яра. Космонавты, это что, типа такая шутка? The Village. Александр Долгополов, Михаил Шац и сотни других российских комиков подписались под обращением против России с Украиной. Космонавты, что вы тут шутите? Да шутите сейчас. Шутить запрещено. The Village. The Village. Поехали. Саня, сообщение в ВК. Как ты? Не уехала? Авторка, сообщение в ВК. Самый частый вопрос нынче. Нет, я тут. Все же надеюсь на лучшие времена. И никогда нам будет по 70, хоть это и наивно. Не знаю, как определить для себя точку невозврата. Типа вот теперь надо точно уезжать. А ты? Саня, сообщение в ВК. Тоже нет. Сначала хотелось, но не было ресурса и смелости. А теперь стало осмысленнее, и тоже надежда не покидает. Авторка, сообщение в ВК. Удачи нам. Хор. В эфире передача песни спецоперационных лет. Для вас звучит композиция вокально-инструментального ансамбля Гаязов Бразерс. Малиновая лада. Малиновая лада. Малиновый закат. Хотела нахвать, а везут тебя. Многие уехали или планируют уезжать. Интересные, молодые, профессиональные, нужные, умные, чуткие люди. Теперь будут жить и работать кто где. Школьный друг с женой уехали на Восток. Весточка от него. Стих Лермонтова на столовой салфетке. Пользуясь случаем, я бы хотела еще раз. Папкина хулиганка. Авторка Тит и Софа празднуют день рождения Тита. Она с большим букетом, с большим подарочным пакетом, с настольной игрой, страдающей средневековье. Софа и Тит в вечерних черных платьях на каблуках. Авторка в синей длинной юбке, с желтым шарфом, с голубым рюкзачком, на котором акриловой черной краской написано 8 букв. Тит. Настроение, конечно, не праздничное. Авторка. Ну ты чего? Хоть что-то хорошее в жизни должно происходить. Софа. Да ладно вам, все будет нормально. Я в целом даже понимаю происходящее, почему все так. И не обижайтесь, поддерживаю Путина на 30%. Они выходят из караоке-бара. У бара припаркован полицейский белый форт. Большой лазик, похожий на те, которые дежурят у гостинки. Девушки обходят форт сзади. Авторка останавливается. Она нащупала в кармане красную губную помаду. Авторка. Я вот думаю... Авторка показывает помаду девушкам. Тит. Да. Нет. Нет или да? Да. Сопа. Акторка открывает помаду, пишет 8 букв на задней двери форда. Акторка закрывает помаду, убирает в карман. Девушки переходят улицу, направляясь в клубу. Они коротко и неспокойно смеются, идут дальше. Тит. За нами бегут. Акторка и Софа. Да ладно. За девушками бежит полицейский с дубинкой. Он хватает за руки Тита и Софу, ведет их к форду. Акторка идет следом. Акторка. Вы чего их схватили? Отпустите моих подруг. Тит. Вообще-то больно. Полицейский молчит. Он сажает девушек в украшенный форт. Правую руку Акторки и правую руку Софы сковывает наручниками. Акторка. Очень неудобно. Можно перецепить? Полицейский молчит. Вскоре появляется еще 5 полицейских. Они по очереди смотрят на надпись, говорят между собой. Девушек пересаживают в полицейскую машину. В ней работает полицейская радиоволна. Радиоволна. Науленный громовой вооруженное нападение с ножом. Мужчина забрал мобильный телефон. Тит. Вас тут вызывают. Радиоволна. На второй советской драке между соседями угрожают убийством. Софа, извините, извините, тут какой-то трэш. Может, вам туда надо? Молодой полицейский. Там есть кому разбираться. Акторка. То есть наше дело важнее. Когда мы уже поедем? Молодой полицейский. Когда надо. Девушек пересаживают обратно в украшенный фор. Акторка. Слушайте, а может, договоримся? Я сотру надпись, а вы нас отпустите. Извините, правда, что так. Но и мы можем не поехать в участок, и вам не надо зря работу делать. Молодой полицейский. А все уже. Диалог не строится. Девушек везут в отделение. Хор. В эфире передача песни спецоперационных лет. Для вас звучит композиция вокально-инструментального ансамбля АК-47 кругом тонирован. Жизнь, хоть за хуй держись. Прогноз моих пацанов в дальнейшем заявись. Порешать машины, встать крепко на ноги. Боже, помоги, ноги правильно веди. Холи мусора, холи мусора, холи. Едем так, как ехали, даже в хуйни дули. Холи, ну того земли. Не пристегнули. Я кругом тонировал, значит, все важны. Молодой полицейский. Ну и репертуар у нас. Девушек привозят в участок. Их осматривают, забирают вещи. Майор. А кто из них это сделал? Полицейский указывает на актерку. Да вот это ясное дело. С рюкзачком. Применили... Применили метод дедукции, не иначе. Актерка во всем сознается. Подписывает протокол. Софа и Тит не подписывают. Майор. Ну что, пора в камеру. К лапам. Софу потом актерку и Тита отправляют в камеру. Внутри бетонно и холодно. На стенах написано «ммм» и «ммм». В углу, завернутая в пледы, сидит девочка. Девочка. Привет. А вас за что? Девочка делится с девушками пледами. Девочка. Я тут уже вторые сутки сама с тобой вот разговариваю. Вообще все не так плохо. Только делать совсем нечего. Спасибо друзьям. Передачку принесли. Вы тоже берите. Там у камеры вода, какое-то печенье. У меня с тобой Бродский был. Отобрали. Еще поудивлялись, что все политические постоянно Бродского читают. Забавно. Девушки лежат, пытаясь уснуть. Софа, а давайте рассказывать сказки. Такие немножко страшные и дурацкие, как в детстве. В черном-черном городе, на черной-черной улице стоял черный-черный дом. Акторка. Софа, мы уже в такой сказке. Самое мучительное в камере – это незнание, отсутствие связи. Ты заперт в бетоне, ты в подвале, ты в бомбоубежище. Но бомбы взрываются не снаружи, а внутри тебя. Поэтому убежища никакого и нет. Через несколько дней я узнала, что и настоящее бомб-убежище не всегда спасает. Нас не спас гуманизм театра, их не спасли стены театра. Мы проваливаемся в тревожные сны. Каждые 20 минут открываем глаза, встаем, подходим к окошку железной двери, смотрим на настенные часы. Как медленно идет время. 7 утра. Акторка стучит по двери. Полицейская. Что? Акторка. Можно, пожалуйста, в уборную? Полицейская подходит, отпирает засовы. Акторка выходит из камеры, засовы запирают. Акторка. Извините, а можно мне телефон? Я позвоню сестре или папе. Они не знают, где я, а у меня кошка. Ее нужно покормить. Можно мне телефон? Через час будет пересменка. Спасибо. 8 утра. Акторка стучит по двери. Простите, можно телефон? Вы говорили через час. Не сейчас. Пересменка в 9. Сейчас начальство приедет. Понятно. Спасибо. Мучительно, что семья не знает, где я. Если меня посадят даже на неделю, я не успею попрощаться с бабушкой. Я пропущу свадьбу сестры. А я ведущая на этой свадьбе. Мучительно, что второй день менструации такой мучительный, а я лежу на бетоне. И что полицейские так смеялись над словом менструация. Мучительно, что мои подруги лежат на бетоне из-за меня. Особенно Софа. Она младше. Мучительно и стыдно, что мне мучительно. Прямо сейчас люди прячутся в подвалах, бегут из своей страны, хоронят друзей, соседей, любимых. А я не могу перетерпеть одну ночь в спецприемнике. Но ведь я никого не убила. Я ничего не украла. Я вообще никогда не крала. Я не брала взятки даже борзыми щенками. А если я отказывала юношам в свиданиях, я потом молилась за их личную жизнь. Мысли ходят по кругу. Мы сходим с ума. Тит, как думаешь, что делает моя мама? Она уже позвонила твоей? Акторка. Не знаю. Вот бы она позвонила моему папе, и он покормил кошку. Вот бы она позвонила моему папе, и он вытащил нас отсюда. Он же работает в МЧС. Софа. Моя мама меня убьет. Когда тебе дадут телефон? Половина десятого утра. Акторка стучит по двери. Извините, вы не могли бы дать мне телефон? У меня кошка. Молодой полицейский. Пока не можем. Начальство. Понимаю. Спасибо. Вообще-то не понимаю. Почти полдень. Софа. Как я хочу помыться. Как я хочу помыться. Девочка. У вас есть защитник? Типа железный человек? Забавно. Типа защитник в суде? Нет. Ну, я звонила знакомому адвокату, он сказал, что все плохо. Он вот из страны уезжает. Девочки, вам полагается защитник? У вас есть права. Если вы пока не нашли защитника, вы можете позвонить родственникам или еще кому-то, пусть найдут. Если не получится, я поговорю со своей адвокаткой. Она может помочь. Требуй телефон. Акторка стучит по двери. К двери подходит майор. Майор. Чего? Акторка. Простите, но мне обещали дать телефон. Мне нужно позвонить папе. У нас нет защитника, во-первых. А во-вторых, у меня кошка голодная. И что? Я должен тебя пожалеть? Было бы славно. Не уходите. У нас есть право на защитника. Да у вас больше нет прав. Все. Только право сидеть в тюрьме. Давай, выходи. Майор отпирает засовы. Это еще зачем? Сейчас видео записывать будем. Выходи, выходи. Акторка выходит. Майор запирает камеру. Какое видео? Я ничего записывать не буду. Да ты не бойся. Просто расскажешь, что сделала. Что раскаиваешься. Просто видео. Я не буду. Почему? Потому что мне страшно. Потому что я не хочу. Потому что я не знаю, что потом с этим видео будет. И что со мной будет. Да просто видео. Не бойся. Я не могу не бояться. Ясно, короче. Идем, подпишешь документ. Я ничего подписывать не буду. Да ты читай. Статья 51. Тебе все разъяснили. Ты все поняла. Но я ничего не поняла. Читай. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. А вы не должны были рассказать мне это раньше? Подписывай. Акторка подписывает документ. Майор уводит ее обратно в камеру. Акторка. А что теперь? Ответа нет. Проходит еще час. Полицейский. Вы. На выход. Софа, Тит и Акторка выходят из камеры. Девочка. Удачи. Девушек идут в комнату для допросов. Майор. Ну что? Сейчас будем передавать ваши данные в Центр Э. И все. Считаете, жизнь у вас закончилась? Тит. А что такое Центр Э? Майор. Центр экстремизма. Ни работы, ни учебы. Ничего вам больше не светит. Ты. Пойдем брать отпечатки. Акторка. Я же вроде могу отказаться. Ничего ты не можешь. Ладно. У Акторки берут отпечатки пальцев. Руки вымазаны черной жижей, которая смывается и стирается с трудом. Но полицейские дают влажные салфетки. Спасибо. Акторку отводят обратно в комнату для допросов. Туда приходит новый полицейский, чтобы составить новый протокол. Новый полицейский. Нанесли антивоенную надпись красной губной помады на заднюю левую дверь белого полицейского Форда. Верно? Верно. Интересно. Паспорт заполняет данные. Место работы? Я самозанятый драматург. Ага. А вчера, значит, была премьера? Вроде того. Так. Что бы нам записать в объяснительной? Вы же не выступали против чего-то конкретного, верно? Да, я как бы имела в виду все, ну, на земле всех времен и народов. Ага. Высказывание не имело отношения к ситуации в Украине. Пишет. Нарушительница всегда придерживалась пацифистских взглядов. Тип. Это правда. Все. Прочитайте, распишитесь, если все правильно. Я бы сама не написала лучше. Спасибо. А наши данные действительно передадут в центр Э. Да, успокойтесь. Софа, помните, я говорила про 30%? Никаких 30%. Выйдем, будем гуглить паспорт Антарктиды. Составлявший мой протокол человек был приятным в общении, и у него были очки, из-за которых он казался интеллигентом. Вполне возможно, что это был старый недобрый трюк, плохой хороший полицейский. Но что сказать, трюк вполне рабочий. После этого нас оставили в комнате для допросов, где мы услышали две истории. Первая – белоруса, которая сбежала из своей страны из-за чего-то политического. Удачно, однако, сбежал. Его арестовали за то, что он пришел в универмаг с пистолетом, и, по словам полиции, свидетелей угрожал им кассирше, которая не продавала ему алкоголь после нулей. Белорус, да не угрожал я, я показывал. Они сами просили. Алкоголь был очень нужен, чтобы запить горе. Они с сожительницей Наташей пустили домой переночевать какую-то милую пару, а милая пара украла у них 100 тысяч рублей. Полицейский, в каком виде хранили деньги? Белорус, видимо, нет. Полицейский, 100 тысяч монетами? Белорус, это были старинные ценные монеты. Антиквариат. Лежали в банке. Белорусу пообещали отправить на родину, которая его ждет. Дальнейшая судьба неизвестна. Вторая история – сорокалетнего панка. Он общался с другом в кафе, а по пути домой зачем-то проколол ножом все шины какого-то случайного автомобиля в своем дворе. Этого он не помнил. Владелец авто согласился не выдвигать обвинения, если панк возместит убытки. В общем и целом, компания собралась достойная. Акторка. Умеют люди жить, а нас за 8 букв арестовали. Софа, ничего себе. Ты права. За 8 букв. Очень глубокое наблюдение. Около двух дня молодой полицейский дал нам 3 бутылки воды и упаковку ММДС. От нервов меня мутило. Было не до шоколада. Но вода была очень в тему. Спасибо. Потом нас даже покормили мясными пирожками. Вкусными. Около пяти часов вечера акторку и девочку повезли в суд. А Софу и Тита отпустили с какими-то наставлениями. Акторка, а если нас сегодня не успеют судить? Девочка, вернемся обратно в приемник. Смайли. В суде мы ждали 2 часа. Девочка действительно познакомила меня со своей адвокаткой. Ожидая приговора, я немножко плакала. Акторка, это мой первый суд в моей жизни. Секретарь, дай бог последний. Судья, если вы драматург, то вы должны писать пьесы, а не устраивать непонятно что. Авторка, я напишу. Я вышла из здания суда. В кафе напротив меня ждали мама и отчим. Моя мама больше не кремлевод. Мама, я пока ехали, твоему папе позвонила. Я так на него кричала, я так кричала. Мне, конечно, надо извиниться теперь. Он не виноват, но я так распереживалась. Кошмар. Приехали в участок, я говорю, где моя дочь? Дайте мне увидеть дочь. Они мне говорят, вы знаете, что ваша дочь пьяница и дебоширка? Они с сообщницами испортили полицейское имущество. А я говорю, да что это значит? Что значит испортили? Это же помада. Помада. Если бы я поймала их, я бы их наругала. Я бы заставила их машину помыть, но я бы не стала их сажать. Я говорю, покажите мне мою дочь. А они мне видео показали с камер. Хорошее такое видео. Вы там что-то стоите. Потом ты подходишь к машине, пишешь так аккуратно. И вы уходите. Все. Я говорю, ну что моя девочка сделала? Ну да, это глупый поступок. Она глупо сделала. Но она же хорошие слова написала. Или вы что? Вы поддерживаете? Вы что ли рады, что? Да разве за такие слова можно сажать? А они мне. Если вы сейчас не успокоитесь, то мы и вас посадим. Ну и Саша меня увез быстро. А то бы и я села. Я не сержусь. Я тебя люблю. Ты хорошая написала. Оправдание жанровой характеристики. Папа успешно увез бабушку из России. Ее встретила моя тетя. Риск того, что бабушка подожжет здание с определенными буквами и пойдет на штурм Москвы и исчез. Папа был вымотан. После 12-ти часовой дороги, тем более, что до этого на него по телефону кричали моя мама, мои сестры, моя тетя, ну и моя мачеха, уже не по телефону. Очень грустный папа попросил меня больше таких штук не делать. Авторка удаляет пост в ВК от 24 февраля и заменяет его черным квадратом. Несмотря на то, что ей стыдно быть трусливой. Но определенная ссылка может привести к определенной ссылке. Четыре человека стоят в ряд. Первый держит плакат, слайд, его уводят космонавты. Второй держит плакат, слайд, его уводят космонавты. Третий держит пустой лист, слайд, его уводят космонавты. Четвертый просто стоит, его уводят космонавты. Хор В эфире передача с песней спецоперационных лет Для вас звучит композиция вокально-инструментального ансамбля «Грибы тает лед» Ветербургий красит лед Почему, конечно, сразу поймет Только красти или нет А майор все равно упадет Космонавты Так, стоп, что за КВН вы тут устроили? В России правильно не КВН, а КГБ Парам-парам-парам Филис Вы помните, что моя прекрасная няня Вика родом из Мариуполя? Дома ли моя доню? Дай зайду, проведаю Слайд Ведущая новостей выносит красный квадрат Держит его в руках так, чтобы всем было видно Ведущая Какого цвета этот квадрат? Она спрашивает, пока зрители начинают отвечать Ведущая Нет, это зеленый квадрат Это зеленый квадрат Это зеленый квадрат Коллективный запад заставляет вас думать, что этот квадрат красный Но Россия никогда не была источником красного цвета Российский флаг не начинается красным цветом, он им заканчивается Красный цвет запрещен Слово красный запрещено Использование слова красный является распространением заведомо ложной информации Дискредитации всех квадратов Российской Федерации и преследуется по закону После административного наказания сразу же следует уголовная с возможностью сесть в тюрьму на 15 лет Россия страна возможностей За ведущей появляется Марина У Марины плакат The square is red Это красный квадрат Не верьте пропаганде Марина 8 букв 8 букв Марину уводят космонавты Ведущая Зеленый это цвет покоя Не вечного, а русского Это цвет лесов нашей Родины Что мы несем нашим дружественным народам Уважаемые зрители Вам не нравится эта постановка? Вам не нравится современное состояние театра? А где вы были все 8 лет, когда в Воронеже открывали театр равных? Когда Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест? Когда Дмитрий Волкострелов стал руководителем центра Мирхольда? Когда наконец появилась пушкинская карта? Я обращаюсь к любителям устриц и так называемых гендерных свобод Позвольте напомнить, что мы, как мученики, попадем в рай, а вы просто сдохнете Это зеленый квадрат Зеленый Мир животному миру Ну может вам не очень интересны люди? Может зря я это? Зачем постоянно про людей? Давайте лучше посмотрим на животных Они замечательные Хор исполняет мелодию из телепередачи «В мире животных» Это благородные олени Они очень красивые и занесены в Красную книгу А это Большой арок Его клюв самый крепкий на земле Это благородные зелено-красные попугаи Тот, что справа смешно испачкал клювик в зернах Это молодые орангутаны А это шимпанзе Он выглядит мудрым Или просто кого-то ждет Кенгуру Мама и малыш А вот песики Это просто разные дворняжки Но все песики очень хорошие Когда у них есть любящие хозяева Вот такие животные погибли в Харькове В эко-парке и в приюте для собак Олени разорвало на части Потому что в эко-парк попали мины Птицы от страха бились о клетки до смерти У многих животных не выдержало сердце Двое работников эко-парка погибли под обстрелом Пока пытались спасти питомцев Животные не понимают, что происходит Я тоже не понимаю Им страшно Мне тоже страшно Мне очень страшно, что кто-то, зная о погибших людях и животных Может кричать «Ура!» Может быть М-А Господа Вы М-Ери Маши Хор В эфире передача песни спецоперационных лет Для вас звучит композиция музыкального коллектива «Каска» Плакала Золотый лунич, танков все стало Сиро Знаете, новие фольеры Пушу я лице Умень душе Чё трыбочек А стер Сюбек плащек Меньше смех ПЕСНЯ М-Ери ПЕСНЯ 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 Застая ПЕСНЯ ПЕСНЯ МАМА И МАМА МОЛУДА И ЗАКОВ НА МАЛУДА На кухне все окна ПЕСНЯ ПЕСНЯ Так совпало, что обе мои Маши Марьи Максимовны И обе уехали Маша Голосовое сообщение в Телеграм Сложно, конечно, заснуть Подруги с Киева пишут, что там снова сильные обстрелы Да, сложно сказать, адекваты или неадекваты Думаю, есть все Разные Читала всякие посты Ну, знаешь, там знакомых, знакомых, знакомых Барышня одна рассказывала, что их там было где-то девять Ну, до тринадцати человек в подвале в куче Это вот городишко, которое вообще с землей сравняли И там было много женщин и девочек Включая беременную Вообще грудничков и так далее Когда к ним зашли, ну, солдаты РФ То солдаты РФ им реально говорили, типа Ну, вы там посидите, потерпите Мы вас сейчас всех спасем Бандеру вашего убьем И снова все будет нормально То есть реально есть люди, которые в это верят И это, конечно, ужасает Интересно, какой их процент? Бабушка Маша ездит на дачу Пропалывает грядки Поливает с дедом клубнику Гоняет гусени Маша, колоссовое сообщение в Телеграм А еще понимаю, что я такая страшная фетишистка Сегодня в машине ехали, закрывая глаза И вспомнила про свои относительно новые бокалы винные Там шесть бокалов и у каждого ножка разного цвета Цвет такой мягкий, светлый Там розовый, салатовый, такой розово-сиреневый Салатовый, красный, черный, прозрачный Даже можно сказать серый Желтый и голубой И потом я думаю Боже, Марья Максимовна, нашла о чем сейчас думать? Ну, сука, бокалы такие красивые А потом ехала и думала Конечно, что весь этот опыт максимально учит Вообще забить хер на все материальное Если ранее казалось, что, знаешь, нужны какие-то вещи Чтобы быть там привлекательной Или там нужны какие-то штуки Чтобы как-то, не знаю, визуально сигнализировать, кто ты есть То сейчас это максимально отпадает Потому что ты понимаешь, сколько бы у тебя в шкафу не оставалось винтажных платьев Твой винтаж, он внутри тебя, так сказать Вот Как и все остальное Такая философская минутка вышла Бабушка Маша достает из серванта всю хрустальную посуду Моет ее в тазик, вытирает насухо и ставит обратно до праздника Маша, голосовое сообщение в Телеграм И минутка ПТСР На днях поедем с братом в гости к еще одной семье родственников К тете Она супер милая, супер замечательная Я рада, что мы съездим к ней Мы к ней поедем с ночевкой на одну ночь И я думала, что соберу себе немножечко вещей И я подошла к полке с вещами И ну вот у меня есть вещи, у меня есть рюкзачок Мне не нужно складываться прямо сейчас Я понимаю, что отвратительно не хочу Ну супер сложно теперь собирать вещи в рюкзак Потому что это не ассоциируется теперь с милой прикольной поездкой И каким-нибудь маленьким приключением Это уже связано с ощущением, что ты куда-то бежишь Спешишь и не знаешь, когда вернешься Кажется, я теперь могу сказать, что ненавижу собирать рюкзак Ну вот из-за внутреннего отторжения Мне, наверное, было бы легче Я не знаю, я хоть с маленьким клатчем Во всяком случае, это то, чего бы хотелось А рюкзак это типа пиздец Бабушка Маша в воскресной одежде Собирает в торбу домашние пирожки Дед уже стоит в коридоре Тоже воскресный Они едут в церковь Маша, голосовое сообщение в телеграм Мне стыдно, что я не в Киеве Мне стыдно, что я не гружу гуманитарку Но в Киеве я бы не выдержала С этими сиренами, я бы там ёбнулась Короче, это называется синдром выжившего И ты вот это сидишь и грызёшь себя Что ты не там и не способствуешь Хотя сейчас я заплачу коммуналку за 4 месяца Тоже знаешь, копеечка пойдёт куда надо Не знаю, что тебе ещё сказать Хуёво всё Всё хуёво То есть мне повезло, но я просто смотрю эти фотографии С Мариуполя и я в ахуе Знаешь, 15-летней девочке без ног Записки соседям про то, что я похоронил твою маму Возле детского сада Извини, что не смог спасти Она умерла быстро Ну типа я в ахуе Я не думаю, что всё это быстро закончится У меня есть большое опасение, что это не просто на год Что это на годы Ладно, я уже свыклась, что не увижу лето и осень в Украине Но я не готова, не знаю, полностью и навсегда потерять свою страну Это будет просто пиздец И теперь, конечно, знаешь в такой ситуации И понимаешь, какой она была замечательной И сейчас хочется себя по губам бить за слово «была» Сорян, что я тебе вот это ною Ты извини, я не смогу сегодня создать байк радостного утра Бабушка Маша развешивает стиранное бельё во дворе Светит солнце, жарко Сосед идёт в кооператив за хлебом Завтра на базар А сейчас надо деду тормозок собрать То, о чём я не могу Слайд Письмо 2006 года Хор В эфире передача «Песни спецоперационных лет» Для вас звучит композиция исполнительницы «Луна» «Грустный дэнс» Снится Вика У, моя летняя подруга Я куда-то убегала, уезжала И вот в белом санатории у моря В залитом светом чистом коридоре Вижу Вику И мне так радостно Это значит, что Вика выжила И я выжила И границы между нашими странами Не закрыли навсегда И мы снова можем гулять И строить халабуду Петь попсовые песни Можно тебя обнять? Говорю я Вике А она отвечает Очень вежливо и по-взрослому Лучше не надо Я присматриваюсь и замечаю, что Вика в шрамах Больших, почти сияющих Понимаю, что их семья тоже попала под обстрел Может в нашем городе, может в селе, может в дороге Я не могу ее обнять И что сказать не знаю Я просыпаюсь от боли Ногти впились в ладонь Не знаю, где сейчас Вика Написала ВК Но страничка кажется старой Жду ответа, как соловей лета Снится, что я умерла в Мариуполе А потом я и все те, кто умер в Мариуполе Вернулись к жизни Но люди вокруг знают, что мы погибли под бомбами Они это чувствуют И вот я еду в автобусе Как будто осень И я сижу у окна Рядом со мной сидит юноша Наверное, студент Я вижу, что он меня боится Я чувствую его страх Мы проезжаем мимо храма Я понимаю, что он хочет перекреститься Чтобы нечисть исчезла Чтобы я исчезла Но он не знает, как И я учу его Хотя я знаю, что это не так работает Хотя я знаю, что он просто еще не понял Какая она Настоящая нечисть Я крещусь на православный храм И он повторяет за мной И ему как будто спокойнее Но тут я понимаю, что я ведь протестантка Что в России я ходила к баптистам В Украине к пятидесятникам А в кино смотрела на католиков И крещусь я слева направо А значит, учу его не по православному Не по-русски Что сейчас это заметят другие пассажиры И убьют меня Опять Я просыпаюсь Нос опять кровит Лежу в утреннем нетеплом свете И думаю Почему мы все вернулись к жизни Думаю А вдруг действительно Это все из-за погребения Потому что людей хоронят во дворах На детских площадках С самодельными крестами С записками для выживших родственников Я никогда особо не верила в обряды Я всегда верила в человечность Лежу и думаю Вот бы все вернулись И пусть бы все вокруг Все другие люди понимали Что они когда-то были мертвыми Что они погибли под бомбами И непонятно, как вернулись Лишь бы вернулись Лишь бы снова ходили по земле Снова ездили на автобусах Снится, что я в кабинете в Киеве На встрече с Зеленским Мы должны обсудить что-то важное А я могу только плакать Я плачу и плачу у него на плече И бесконечно прошу прощения А он меня аккуратно обнимает Как обняла бы Вика И говорит Я понимаю Я понимаю А я говорю сквозь слезы А я говорю крысь слезы Я говорю Будь ласка Подивіться на мене Послухайте мене Я не хочу вас бояться Я не хочу говорить, что я не с вами Я не хочу выбирати между родинами Я иду в метро И бачу все цеплакати Я захочу нахвиваться И бачу все цеплакати И мне так хочется, чтобы вы тоже знали Как мне не станет боляче Безпорядок Гирко Кто из тех, чем мой дом Моя земля Моих людей Как можно оцемью радовать Я хороша людина Нехай дурна Звичайно Вечно запрещуся Але хороша Навіщо робити мене так боляче Навіщо робити так боляче Хорошим людям в Украине Моим ритмам, друзям дитинства Сусидам, вики, дитки Олени Битті, її донці Датру Витименту Моей першой любові Андрію Тищеву Та бабусам з червами Все вне Все отруєння Річки, дерева, поля Тахи, риби, дорожі Люди по пиловику Дитки Над чим ви хочете отримати владу Над світа мертвих Не треба Будь ласка Це не любовь Це не торбота Це не поратуно Коли любиш, даєш свободу Радиеш за іншого Не вирішуєш за нього Нам потрібна свобода Нам усім потрібна свобода Без неї не настали любові Я дуже люблю Україну Я дуже люблю Россию Снится мир Послесловие Восемь дней прошли очень давно Я все надеялась, что пока я буду писать этот текст Все станет хорошо Не стало Я больше не пишу восемь букв в общественных местах Но эти буквы навсегда выжжены в моем сознании В моем сердце Они то и дело проникают в мою речі и мои сны Принося что-то суровое, пафосное, святое Многое запретили Но никому не удастся запретить любить А Б Г Д Й Ж З И К Л М П П Р С У Ф Х Ц Ч Ш Щ Твердый знак И Мягкий знак Э Ю Я Конец Конец С У А А Продолжение следует...